Привет друзья! Сейчас предлагаю послушать историю про файл домом 000AVI. Я видел файл домом 000AVI два года назад. Тогда я не придал ему особого значения, хотя он и произвел на меня тогда неприятное впечатление. Не знаю, как это описать. Дело в том, что случаи с проклятыми файлами, как их принято называть, у нас в центре не так редки, как это может показаться. Но этот был особенным. При просмотре я еще не был знаком с его предысторией, а потому смотрел на него чисто из любопытства. В комнате со мной были еще, как минимум, человек 10 групп, ведущие это дело, следователи, психологи и криминалисты. Но если быть честным, это было уже вовсе не их дело, и после просмотра, все они поняли, что оно безоговорочно переходит нашему центру. Видео, в общем, было не таким, каким его ожидали видеть. Даже неискушенный в наших делах, человек может себе представить, как выглядит стандартное проклятое видео, все их виды уже представлены в широком ассортименте в сетях. Но этот файл был немного другим. Первое его явное отличие состояло в том, что в первых кадрах был использован фрагмент картины Босха, где в окружении гигантских птиц голый человек закрывал себе уши руками. В дальнейшем было установлено, что фрагмент был повернут на 14 градусов, но этот фактор и не был объяснен. Использование известных изображений не характерно для такого рода файлов, однако, вполне возможно, что оно было вставлено намеренно. Далее следовал видеоряд, на первый взгляд ничего, не значащая внутренность движущегося трамвая, людей нет, небо с качающимися деревьями, питонная стена с дверью с правой стороны, еще что-то. Это уже было более похоже на ранее виденное, однако не внушало никакого ужаса или, по крайней мере, испуга. Это больше всего было похоже на простую нарезку ничего не значащих изображений, однако потом все поменялось. Постепенно между подобными кадрами начало мелькать что-то жуткое. Сначала это была небольшая вставка с исковерканным лицом, позже оно мне даже приснилось, и это вовсе не был скример. Это было дрожащее изображение, внизу экрана жуткое, нечеловеческое лицо, со смысленно смотрящими животными глазами. Затем пошли кадры с откровенным мясом, были показаны сцены расчленения, выпотрашивания и подобных невероятно реалистичных вещей. И все это в перемешку, со спокойными кадрами, подобными виденным ранее. Музыка при этом оставалась неизменной, однородной, но отчего-то пугающей, особенно пугала ее неизменность, в сценах, откровенно изображающих жесткость. Циничный натурализм этой записи поверг в сомнение даже братьев наших меньших, ведущую первую игру. Неосведомленные, даже они сказали, что ни разу не видели подобных видеозаписей, и рассказали историю файлов. Первое появление файла связывается с 4 июня 2008 года. Он был найден у 16-летней девочки, он был каким-то образом записан на домашнюю камеру. Девочка, имя не подлежит разглашению, по версии первой следственной группы, посмотрела вместе со своей подругой видеозапись, найденную той на улице. Это была дискета непонятного старого образца, но после просмотра, собственноручно уничтожила ее. Далее начала происходить мистика, на этом все наши сотрудники центра в голос усмехнулись. Девочка начала вести дневник, из которого следовало, что она слышала непонятные звуки. Из угла своей комнаты, похожие на вздохи, и поэтому перебралась в комнату родителей. Они вместе с младшей сестрой находились в то время на даче. Звуками дело не закончилось, она описывала странные происшествия в квартире. Утром она обнаружила входную дверь, открытую, висевшую только на цепочке. Она видела непонятные тени в коридоре и даже пыталась снять их на камеру. Так продолжалось в течение четырех дней, после чего, доведенная до истерики, она зарезала кухонным ножом подругу, пришедшую к ней. Она отнесла тело подруги в свою комнату и заперла его там, потому что боялась, что труп может ожить. Ночью она не могла уснуть и вела записи, что якобы видит в щель под дверью окровавленные босые ноги, что это оно стоит в коридоре, стоит рядом, но ждет и не заходит. Дальнейших записей не было, поэтому группа описала так, как они видели девочку. Нашла ее семья через шесть дней после ее смерти. У девочки был вспорок живот, она обмазалась кровью и перерезала себе горло. Подруга же, как уверяла группа, заколола отверткой своего младшего брата, после чего рассчитывала сделать подобное с девочкой, с которой они вместе посмотрели видеозапись, но та опередила ее. К делу были гребщины, помимо явных орудий убийства, также дневник девочки и видеозапись, каким-то образом записанную на домашнюю камеру, которой пользовалась девочка, в попытке заснять чертовщину, происходящую с ней в квартире, было высказано предположение, что девочка перекинула файл на накопитель камеры прежде, чем собственно уничтожила странного вида дискету. Первая группа пыталась расследовать это дело, но их попытки упирались лишь в трагическое истечение обстоятельств, обусловленное одновременным схождением с ума двоих подростков, но как понимаете, дальнейшие попытки как-то свести концы с концами, приводили их в тупик. До тех пор, пока один из следователей, ликом или какими-то только ему понятными соображениями, не додумался забрать из вещдоков домашнюю камеру к себе домой, оставив в архиве только электронную версию. На следующий день выяснилось, что в его квартире был совершен поджог, в результате которого погиб исследователь и оригинал записи. Группа уточнила, что здесь было не все гладко обгоревшие труб. Следователи нашли сидящим посередине комнаты у компьютера, в позе, не выражающей никаких предсмертных мучений. Было ясно, что это был именно поджог, но как удалось парню сжечь всю квартиру, а самому приспокойно сесть за компьютер и продолжить смотреть на экран, до тех пор, пока сам он не превратился в угли. В этом следственное разбирательство первой группы зашло в тупик, и они передали дело нам. Скажу только, что обнародование этого дела еще не произошло на официальном уровне, но я беру на себя эту ответственность, даже исходя из того, что файл все же был утерян. И поэтому я считаю своим долгом рассказать про него прежде, чем вы сами сделаете это. Разбор видео шел два месяца. Были разобраны фразы, мелькавшие в самом начале видеозаписи, и далее в ее ходе. Это были Ты уверен, что дверь в твою комнату закрыта? Закрыто? И чуть далее, между кадров с мясом. Я сделаю это. Это было достаточно необычно мешать сплошной видео в ряд со смысловыми вставками. Также необычным было использование натуралистичных сцен. Ведь до этого весь упор в подобных видеозаписях был на условность. Лейтмотивом таких видео был страх смерти, но показанный условно не напрямую. Говорю непосвященным, вспомните, хотя бы, видео из фильма «Звонок». Так было и есть во всех настоящих файлах, это их основное отличие. Если нет, страха смерти это пустышка, пародия, в нем нет ничего, за что можно было бы зацепиться. Но в этом файле условностей не было. Я говорил, что впечатление от первого просмотра у меня было очень сильное, смешанное я ни разу не видел подобных вещей. Здесь не было страха смерти, тут смерть была чем-то естественным, равным всему предыдущим. Возможно, это был страх обнуления смерти, признание ее не столько важной, каковой она является в общепланетарном масштабе. Возможно, это был страх неизбежности. Но у всех, с кем я говорил после, было очень тревожное, противное ощущение ожидания, даже у нас, повидавших виды. Как будто мы лишились чего-то важного. Разбирательство шло два месяца. Явных результатов оно не дало, кроме невероятно испутанной кодировки видеофорио, что не мешало ему, однако, проигрываться, копироваться и удаляться. Нам в руки, как считали многие, попала пустышка. Однако были и другие версии. Говорят, чтобы запустить механизм домом 0.0.0, нужно сохранить его на носитель, более того, сохранить как-то, по-хитрому, поместить в несколько папок и дать одной из них определенное название, об этом упоминалось в дневниковых записях девочки. Возможно, таким образом запускается какой-нибудь файл.xd, содержащийся в видео. Правильный порядок сохранения остался неизвестным, так как была утеряна единственная и правильно сохраненная копия. В таком случае можно расценивать весь видео в ряд, как потенциальный шифр, к названию и количеству папок. Из-за того, что девочка в своих записях часто без причины упоминала цифру 6, было высказано предположение, что она несознательно называла количество папок, в которые был помещен файл, но эта информация остается непроверенной. Считается, что тот мифический файл.xd открывает при просмотре скрытые картинки или видеофрамины, хотя это не подтверждено. Если это действительно так, то в руки нам попало видео обезвреженное, хотя и полностью подготовленное для реального просмотра. Остается гадать, что это может быть. Само видео не представляет опасности, это подтверждено. Как и говорится, здесь нет ничего страшного. Видеофайл, как, впрочем, изображение, не стоит рассматривать как нечто потустороннее, хотя в большинстве случаев под них подходит только такое описание. Такие файлы являются хорошо продуманным психологическим ходом, действующим на глубинные слои бессознательного и пробуждающим в человеке необъяснимую тревогу и страх. В случаях, связанных с этим файлом, эти чувства приводили человека к безумию и даже самоубийству. Факт смерти безусловен. Но официально в файле домом 000 не было найдено ничего потустороннего. Сейчас единственные копии, хранящиеся в архиве, записаны на жесткий диск главного компьютера. Выполнять какие-либо манипуляции с файлом было запрещено в цели безопасности сотрудников. Однако история, связанная с файлом, продолжала развиваться. Когда один из наших самых лучших людей с разрешения начальства сделал единственную копию домом 000.avi, помещенную на носитель, и отнес ее домой для более детального изучения, файл был утерян. Он говорил, что похоже, знает, с чем имеет дело и знает, как найти его исток. Возможно, ему удалось самостоятельно подобрать ключи к видеозаписи и активировать ее, и уже после этого он, в состоянии полного безрассудства, попытался выложить файл в интернет, отправив его по почте своему другу, гражданскому лицу. После чего он уничтожил все находящиеся у него записи, а файли исчез. Через полгода его нашли в замерзшей проруби на подступах к Москве, недалеко от Европольца. То есть за несколько сотен километров от нашего центра. С собой у него не было ничего, кроме сумки со сменной одеждой и до исторического пленочного фотоаппарата. Как показала проверка, на нем так и не было сделано ни одного снимка. История самого файла остается неизвестной. Носитель, на который был сохранен полученный вариант видеозаписи, был уничтожен нашим сотрудником, а версия, якобы отправленная по электронной почте его другу, не могла представлять для него опасности, только если не сопровождалась инструкцией по сохранению. Естественно, мы обратились ко всем исковым сетям с просьбой о немедленном удалении этого файла. Нам было дано согласие, с естественным условием, что все записи они удалить не смогут из-за большого количества архивных серверов. Тем не менее, это принесло свои плоды. На два года об этой истории забыли. Однако, совсем недавно я видел в интернете упоминание об Аудефе с таким же названием. Значит ли это, что домом 0.0.0 возвращается? Не хотелось бы верить в это. Потому что именно из-за большого желания докопаться до истины люди могут заново запустить этот файл. И самое страшное, что происходить это будет индивидуально. Они будут сталкиваться с кошмаром один на один, и их переживания от этого будут доведены до предела. Результат вам известен. Только представьте, вскочеваемые на компьютер и копируемые на носители, эти файлы будут самыми настоящими капканами, в которые люди будут попадать из-за своего же любопытства и погибать от собственных мучений. Вот сейчас, набирая этот текст, я подумал, что может содержаться в записи такого, что могло бы вынудить человека покончить с собой. Чтобы абсолютно добровольно и так можно быстрее и мучительнее уйти из жизни. Нет, это не страх, в этом-то всё и дело. В запись девочки мелькало слово искупление, всего один раз, в одних из последних строк. Подумайте ещё секунду, и вы поймёте, о чём я говорю. Как жаль, что я понял это только сейчас. Они все были так близко, но не понимали очевидного. Нет, это не страх, хотя может сперва так показаться. Придёт катастрофа. Если то, что я сейчас понял правда, то в скором времени это поймут и остальные, а тогда не избежать массовых самоубийств. Нужно ещё раз отправить запрос в центр, к начальству, чтобы они ещё раз добились полной очистки сети. А сейчас мне нужно ещё раз посмотреть на видеозапись. Мне кажется, я что-то упустил. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, истории длинные и очень интересные, но фейк. Во-первых, некоторые детали истории и видео не совпадают. Например, вот оригинал фотографии, повёрнутые на 14 градусов, наложенные на стоп, кадры из оригинального видеоролика. Ещё можно отметить одну деталь, на видеосъёмке леса деревья не колышется на ветру, хотя это упоминается в истории. А само видео конечно же фейк, ведь хотя бы одна музыка из видео вышла спустя 5 лет, после предположительного появления видео домом. А сам видеоролик вышел буквально год назад, с момента публикации моего разоблачения. А что уж мне говорить об этом водяном знаке, видео однозначно фейк. Кстати сказать, что в видео демонстрируется мясо, а потом показать надпись, шок, контент вырезан могу я. Я короче видос нашел, ну там короче он такой, а потом она его, а потом, а там вообще ржачная концовка, там просто вот так. Как же круто и доходчиво я умея объяснять. Как по мне, автор видео и автор истории, даже не знают друг друга, возможно это не так, но история, по моему мнению, появилась раньше, чем видео, ведь есть обзоры на неё, которые выходили куда раньше, чем появилось само видео. Что касается истории, истории местами интересные, местами непонятные, но от начала и до конца фейк. Всё-таки видео нам преподносит мясо, которого там нет, а не гайд как призвать сатану, поэтому, вся эта чертовщина, что творилось с девочкой, совсем не к месту. Насчёт парня, который сидел и смотрел в монитор, пока пламя поглощало его. Это, конечно, чепуха, ведь нет таких технологий, чтобы через видео можно было улучшить человека, если бы это было так, мы бы давно стали суперменами. История интересная, но не логичная, а файл домом 000.avi не является подлинным. Продолжение следует...